Всем привет! Мы тут с Ромкой занимаемся домашними, не домашними, ну как, в общем, занять у нас. Дошли в старую книжку, которую мы не доделали, когда он еще в садике был. Там разукрашиваем, рисуем, в общем, занимаемся. Тут Ромкины игрушки валяются. Сейчас пришла, приехала почта, привезла посылку. Я даже не помню, чтобы я там что-то заказывала такое легкое. Ну, сейчас посмотрим. Я просто заказывала кое-что. Ну, там должно быть тяжелое. Это такая посылка, как бы, большая, но легкая. У меня еще там беспорядок везде. В общем, мы только позавтракали вот недавно. Ничего толком не делала. Как есть, в общем. Открываю, смотрим. А, все, поняла, что это я заказала. Это я заказала фильтры для пылесоса. В общем, у нас закончились фильтры. Последний поставила для пылесоса. Ну, тот обычный, домашний, который с продом. Иди, делай. И начала смотреть онлайн. В общем, они, во-первых, подорожали. Раньше они 10 евро стоили в Expert Klein. Или какой там Kevin. Не, Expert Klein. Сейчас они стоят 15, округляя там 1 цент. И в интернете начала смотреть в eBay. В общем, мне вышло, что какая-то там большая коробка. И за падеж, в общем, за такую же практически цену, видимо, кто-то свои, может, неправильно заказал, продавал. 16 штук тут упаковка. А в той упаковке его обычно 4 штуки. И стоило что-то она там совсем чуть-чуть дороже, чем обычная. По-моему, так же даже там 2 евро. Не помню точно. Ну и вот она, наконец-то, пришла. Коробочка. 16 фильтров этих. Как фильтры или как их назвать. Ну, в общем, мусорные мешки. Вот так. Так что взяла такую большую. Выгодно. А счет-то мне прислали. Сатурна, смотрите. Прям с этим совсем. Я не знаю, почему. С чего так. Хорошо, сынок, подожди сейчас. Да, вот стоит. Я поняла. Стоит счет. И на 15 евро стоит счет. Вот тут. Вот видите. Ну, плюс, наверное, пересилка еще что-то стоила. На мое имя и главное стоит Хер Борн, Анастасия. В общем, не право. Ром, ты нарисовал там? Нет. А Лайта. Хорошо, иди пиши. Все, что я приду. В общем, стоит здесь 15 евро, что я доплатила. Да, вот оно, 15 евро. Так что за 15 евро я купила то же самое, что стоит 4 фильтра. А я 16 купила. Вот такая выгодная покупочка у меня. Муж мой поехал на работу. На велике решил сегодня. Посмотрел погоду. Говорит, поеду на велике. Поехал? Все. У меня телефон садится. Не посмотрел. 6%. И что, теперь у тебя на работе нет? Есть. Но тут доехать надо. Ну, давай. Все. Всем пока. Я думал, видео сниму еще. Телеграм. Но, к сожалению, обломлюсь. Все, всем пока. Пока-пока. Спортсмен мой поехал. Ну что, собираюсь закрашивать свою седину. Пойду сейчас краситься. Я речь там сверху, видите, сядет. Принесла краску. Вот сначала буду вот этой вот обесцвечивать. И потом тонировать вот этой. Ну, минут 10 я ее подержу. Чтоб просто не желтой быть, как цыпленок. Чтоб она немножко цвет дала. Вот такая вот. Я сейчас запомнили меня. Так вы. Пойду приводить себя в порядок. Ну и брови, конечно, покрашу, как всегда. У меня краска, по-моему, та осталась, которую я покупала в экшене. Да. Я ей вот покрашиваю бровки. Я уже давно не красила. У меня уже все выцепеши. Ну и увидимся с вами потом, попозже, когда я себя приведу в порядок. Я вчера, кстати, переделала маникюрчик тоже. Ну, как переделала. Я просто сделала цвет вот такой вот. Спрашиваю у Саши, какой сделать. Он говорит, какой хочешь? Хоть красный. Я думаю, ну ладно, хоть красный, значит, красный не хочет. Сделаю другое. Ну, была в планах у меня сделать красный. Он говорит, мне все равно, какой сделаешь, такой сделаешь. Вообще все равно. Ну, я думаю, сделаю такой нейтральный подо все. В общем, вот такой вот сделала. Коротенький маникюрчик. Такой кофе с молоком, или как его назвать. Все. Пошла приводить себя в порядок. Потом дальше будем заниматься делами. У нас тут минутка художества. Роман решил сделать робот. Попросила, чтобы я ему нарисовала голову робота. Мама такой художник, конечно. Вот он обводит теперь. Аккуратненько. Да, Ромочка? Давай. Молодец. Так снимаем, так решили. Что-то свет везде не очень, да? В общем, попрасился. Не знаю, вам так видно, не видно. Сейчас я переключу камеру еще раз. Вам так покажу. Покрасилась я. Надеюсь, вам видно все. Мне нравится. Все устраивает. Покрасила первым слоем. Он был не то, что такой прям цыпленок-цыпленок. Но такой желтоватый. И потом второй раз, вот как я сказала, на 10 минут подержала второй краской. Покрасила себе бровки тоже. В общем, вот такая вот я. И сейчас мы собираемся с Ромашкой поехать в магазин. Нам нужно будет в русский магазин съездить. Потом к маме там заедем сразу рядом. Она живет. Помните, я вчера вам рассказывала, что я джинсы Давида ей отдала. Она сказала, что подшила, уже написала. Так что поедем, заберем. И нужно будет, наверное, в Лидл заехать. Потому что, в общем, скоро Пасха. И в субботу, ой, получается, когда? В пятницу у нас магазины закрыты. Завтра у нас еще есть день. Но завтра Саша работает, у меня машина не будет. Потом в субботу я не хочу ехать, потому что, ну, толпучка будет последний день. В общем, сегодня я хочу съездить, сделать. Так как у меня машина осталась, Саша уехал на велике. Поэтому мы с Романом поедем, съездим, закупимся. Возьмем вас с собой, как всегда. В общем, Роман, я тебя же жду. Когда ты обуешься. Давай, обувайся быстренько. А на улице у нас сегодня погодка не очень. Сейчас дождик моросит. Давидка убежал наш. Гулять куда-то. А мы с Ромкой вдвоем дома. Ну, речи еще. Речи зашел только что домой тоже, да? Гуляка. Целый день летает. Не заставишь его потом зайти домой. Да, речка? Все, поехали мы. Там Ромкины игрушки со стаканом на столе остались. Ну, ладно, потом приедем и уберем. Давай, погнали. На улице дождь идет, а Ромка очки напянула. Новый коврик постели. Так, все, джинсы забрали. Подшила бабушка нам хорошо джинсики. Перестань баловаться. Две одинаковые, в общем, пары джинсов. Вот одни синие, другие черные. Я их покупала вот один в один, в общем. Ну, просто там, знаете, заходишь онлайн же, там несколько цветов есть. Я вот два... У меня четыре глаз. Рома, я, в общем, две одинаковые пары джинс купила. Одинаковый размер, все. Одни черные, другие синие. Получается, мама смиряла там, в общем, отмеряла. Вот настолько длиннее одни джинсы черные. Она, в общем, синие не стала подшивать, говорит, они, потому что сейчас вот наравне с этими черными. В общем, оставила так, говорит, пускай помирит. Йогур, странно, сравнили, все одинаково, стоит на этикетке, сейчас все одинаково, в общем. Как шьют, я не знаю. Вроде и не китайские. И вот так. Ну, главное, подшила, что теперь ребенок у меня будет довольный, будет ходить, как, в нормальных джинсах. А то у него уже все такие потертые, страшненькие. В общем, у него есть джинс много, но носит он только две пары, голубые и черные, в общем. В основном вот эти черные носит. И теперь вот новые купила ему, и он их, дай бог, будет носить. Я хочу тоже. В общем, сейчас мы ездим в русский магазин, Миксмарт, он тут близко, с ромашкой там подзакупимся. Но потом уже туда к нам поедем. Блин, такой дождь начался. Я теперь переживаю, Сашка на велике же уехал. Ну, ничего, если что, скажу ему, пускай оставит велик там на работе, а я его заберу. Давай. А если он не может? Что не может? Теревик велик. И если он не поедет на велике? Посмотрим. Все, ладно, поехали. Все, вышли мы с русского. Сейчас покажу вам, что мы купили. Закупка у нас на 105 с копейками. Сейчас покажем вам все по-быстренькому. С Романом, конечно, надо аккуратно быть. Он тут половину мне накидал, что он любит. Пока мама отвернулась, он закинул мне и орешки. Там еще что-то купили. Сметанка. Вот такая вот. Вот она. Потом мы взяли айран. Вот такой 85 сантиметра, по-моему, айран стоит. Три штуки давит у меня такой любит айран. Но все-таки на любой айран любит давит. Мы к нему не успеваем. Потом вот такую гущёночку взяли. Потом сырок вот такой взяли. Вот он. Сыр. Потом сыр косичкой взяли. Два с копейками. Вот опять кокос Роман взял. Сказал, буду пить молоко кокосовое. Вот сыр еще один. Такой сыр взяли. Терешки Давида. Заказ. Сухарики. И такие, такие. Такие. Это Давида. Все заказ. Потом взяла абрикосы. Вот такие сушеные. Изюмчик сушеный. Я же хотела мак посмотреть. Там точно он был мак. Ну ладно. С Романом. Вот видите, опять забыла. Потом такие каки. Хурма. И вот такой вот старый колбасой. Два сорок пять она стоит. Укропчик взяла. Пописка. Потом вот такие по девяносто девять. Черри томатные. Потом колбаска докторская. Из куриного мяса. Дети любят умели. Потом вот такой холодец. Потом Ромка вот такую химию взял. Химур. Себе орешки это тоже он закинул. Потом вот такой творог очень вкусный. Беру вот здесь, когда бываю. Две взяла по девять процентов. Потом вот такое вот печенье. Потом рис вот этот вкусный очень мне нравится. Потом семечки давит заказал соленый. Потом провансальный. Роман, ты мне мешаешь. Один шестьдесят пять вот такой майонез. И потом? Вот это я показала. Чай вот этот три с копейками взяла. Две. На данный момент он больше всего мне нравится. Потом один девяносто девять были. Баклажаны. Потом помидоры пять с копейками розовые. Такие взяла. Потом девяносто девять редиска. Но она прям такая свежая-свежая. Потом черная редька. Две штучки взяла. Потом огурчики. Вот такие карнишоны. И что я еще взяла здесь? Сейчас я вам покажу. Я взяла финики. Датрин эти свежие. Как-то давно пробовали. Я сейчас уже давно не ела. Что-то я уже подзабыла какие-нибудь там на вкус. Вот взяла чуть-чуть. И что еще? Все. Вся моя закупка. На сто пять евро с копейками. Как я сказала. Сейчас все сложим. И поедем с вами дальше. Ромка меня уговорил. Мы проезжали мимо Экшена. Это его любимый магазин. Пожалуйста. Можно туда. Но я ему пообещала. Если он в Миксмарте, он себя будет хорошо вести. Тогда мы пойдем в Экшен. Ну вот идем. Приехали. Такие штуки смотри есть. Можно их раскладывать и прыгать по ним. Смотри как-то. Что за это такая игра какая-то? Я не хочу. На улице делать, играть. Это не весело. Не весело? Не хочешь такое? Ну как хочешь. Смотри сам. Смотри сам. Пойдем дальше. Смотри. Ничего себе. Какие надо на Гартен? Амахн я? Нам не надо на Гартен такой, Роман. А мы с Гартеном на Гартен боимся? Я. Так. Что здесь еще? Что здесь еще? Что здесь еще? Со вкусом манго. Только первый раз вижу. Смотрите. Орешки земляные в шоколаде. Со вкусом манго. Оставь, пожалуйста. Уберут потом продавцы. А? Да. Тетенька, которая здесь работает, она уберет. Рома дай ей пройду, пожалуйста. Смотрите, что я увидела. Малюсенькая такая, ногти сушить штучка. Это 3,99 стоит. Это пластыри, гликопластырь. Что здесь еще? Так, что такое? Для ванны что-то. О, смотрите, чехлы на телефоны. Всего 3 евро. Что здесь еще? Наушники? У тебя же есть наушники. Просто показал? Ну, понятно. Так, что здесь еще у нас хорошего есть, что нам нужно? Такая штучка. На парту ложи, да? Или что? Расчерчивать для чего-то вот такая. Это на парту ложит такая. Подложка. 1,99. Что это, сынок? Бомбочка. Нет, это люча, наверное, какая-то. Или что? Ну, иди положи на место. Это не люча, мам. Люча с палкой готовит. Ну, а это без палки. Да, значит, это бомбочка. А там что? Это такая лампа. По-разному цветам. У меня бомбочка такая, которая... О, смотрите. Какая водяло так сильно. 12,99 свет. У меня постоянно эти лампы ломают. Лампа-то есть сама... Ой, вернее, держатель этот есть, а лампа вот сама постоянно подглючивает. Это вот саму лампу нужно. Микрофон, смотрите. Я уйду. Куда ты уйдешь? Мам, туда. Игрушки смотреть. Иди. Только потом назад сюда придешь. Мама, что это? Аккуратно, не разбей. Только смотри, он стеклянный. Это градусник настоящий. Ой. Только не разбей. Аккуратно, иди отнеси его на место, ладно? Нет. И... Нам такой не нужен, Роман. Так, вот эти... Смотрите, какие-то новые салфеточки такие же вот, как... Как вот эти вот. Эти пять штук, 99, стоит. Вот эти восемь штук, 179. И они с какой-то подложкой, вон эти. Возьму, попробую. Господи, все это гвалится. Так, и... Салфетки простые взяла. Так, дальше идем. Так, я еще хотела для этого, для швабры своей взять тут вот эти вот салфеточки. Полы протирать. Вот они. 4,49. Вот такая вот, 20 штук. Это не детский, он стеклянный, настоящий, Роман. Ты его можешь разбить, и все. И стекла полетят. Я знаю твой вот это вот, стеклянное. Только возьмешь, выйдешь, и уже все... Ломаешь сразу. Пойдем сюда. Посмотрим, что здесь есть. Пойдемся. Чемоданчики маленькие, смотрите, малинские. Ну... Ну, вот такой вот у нас есть, маленький. И чуть побольше есть. Я хочу средний, вот где-то вот такие вот, наверное. Ну, это мне не нравится, если не дышать. Вот и есть здесь антистатик. Если магнитится, что-то прямогничивается, юбка или что-то платье. Хорошая штука. Так, и вот эта вот штучка, тоже хорошая у меня еще есть она. Я беру себе всегда, если быстренько белье надо, там что-нибудь, футболку какую-то погладить или где-то в шфанере сложная лежала, там какие-то вмятины. Я попшикала она раз, и вся распрямленная. Так, что здесь еще? Как она может определиться, что ему нужно? Бегает, прыгает туда-сюда. Я тут уже кое-что все тоже по хозяйству набрала. Идем. Разбираемся. Еще новенького есть. Интересного. Шампуни разные. Но это мне не надо. Если только мальчишкам один шоудерс взять. Ты только сейчас не открывай ничего, надо платить, да, сначала? Так, так, так. А там же нет такого? Маска для волос. Смотрите, какие банки здоровые. Мама, там же... А это что? А это что? А это для волос оставь. Да. Где? Да. Коврики, вложить всякие утюжки, плойки. Такое. Это для девочек? Да, это для девочек. Что ты хочешь опять? Такое. 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 Это не надо. Это на день рождения разбивать специальная такая штука, фигура. Тебе это не надо. Давай на день рождения. Ну, будет день рождения, потом посмотрим. Сейчас не надо. Мама, а это что делает? Ромка, ну хватит всякую ерунду брать, пожалуйста. Все появляется, потом оно все. Вот, смотри, твой ерунду вот этот мы покупали. За сколько его? И тут он лежит. Ой, а где? Я взял его и сейчас. Внизу где-то ты брал. А где? Это здесь. Здесь, смотри, магнитные эти есть тоже. Роман, тоже магнитные, видишь, штуки строить. Может, тебе уже ничего не надо? А, Ромка? Аккуратно. Пойдем. Протеиновые. Семена. Чея. 1,49 здесь. Семечки. Семечки сюда. Не надо, это для бебиков маленьких. Ребенка моего не остановить, пошел в азарт. Сейчас будем выкладывать половину, что он там набрал с собой. Роман, может, просто шарики? Ну, мы вышли, наконец-то. В общем, что купили? Я купила для белья вот такую штуку. Не знала, сколько она стоит. Там одна она стояла, корзина. В общем. На кассе ее пробили 7,99 она стоит для грязного белья. В общем, купила, потому что моя уже там никакая. Ну, пока что пойдет. Потом купила, как всегда, мусорные мешки вот эти 95 центов. Вот эти побольше 99 центов. Роман читает мне. Это Ромка купил шарики воздушные. Потом купила вот такие салфетки, купила. Они я вам показывала, цену 4,49, по-моему. Еще мешки. Потом вот это Рома купил себе пружину. Салфеточки эти я вам показывала там. Потом купила у нас в ванной начали лампочки моргать. То светит, то не светит. Вот такие взяла. Потом взяла. Харибу, да, молодец. Потом скотч взяли. Вот такие вот эти губки. Кетчуп взяли. 3,49 он здесь стоил. И вот машмало вот эти. Харибу. В общем. Все. За все мы заплатили почти 40 евро. 38 там с копейками. Кетчуп у нас заканчивается, поэтому взяла. Все, сейчас все складываем. Рома, аккуратно. И едем домой. Сегодня все. Мы с вами попрощаемся. Ищем. Пока-пока. Да. Продолжим снимать. Сейчас мы еще поедем в Лидл, но вам мы это покажем в следующем видео, потому что, ну, уже я и так наснимала много. На сегодня все. До завтра. Всем всего хорошего, хорошего вечера. И пока-пока. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok